Православные жители нашего края продолжают отмечать Рождество Христово. Праздничные литургии прошли во всех храмах региона. Так сотни ставропольчан собрались в Казанском кафедральном соборе, чтобы встретить светлый праздник. Затем начались святки, рождественские гуляния. Мария Гнездилова с подробностями. Закончился Филиппов пост, во время которого православные верующие не только ограничивали себя гастрономически, но отказывались от алкоголя, табака и от убранных слов, что тоже немаловажно. А еще эти 40 дней поста православные верующие подолгу молились и ежедневно совершали богоугодные дела. И вот теперь только со светлыми мыслями сотни верующих краевой столицы пришли в Казанский собор. Храм встречал их колокольным перезвоном и торжественным богослужением. Погода не подвела, мерзнуть на морозе людям не пришлось. Рождество, мне кажется, это один из главных праздников в православной вере. И его нужно обязательно хорошо отметить. Я его отмечаю дома за столием, без спиртного. Много и молодых пар, и молодых мам с детьми. Очень здорово, что вера возрождается в наше современное время и среди молодежи в том числе. После праздничной службы по традиции начинаются святки. В эти дни православные верующие ходят в гости, колледуют, поют песни, прославляющие Рождество. А также дарят друг другу символические подарки. Я с мамой купили пасовый винилчик. Мама себе купила свечку-снегурочку, а мне она купила вот что. Что за праздник за такое Рождество? Ну, это когда Христос родился. Это как день рождения, но у Бога. Массовые рождественские гуляния прошли в центре Ставрополя. На главной площади города организовали десятки площадок. Со сцены звучали поздравления, казачьи песни. Зрители развлекали театральными представлениями, мастер-классами и конкурсами. Самые смелые и креативные жители города приняли участие в конкурсе колядок. Калидуя, калидуя, денюшек дождь. Рождественские гуляния продолжатся 12 дней до праздника Крещения. Мария Гнездилова, Александр Колодко, Ставропольское телевидение.